Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, в своем докладе я остановлюсь на тех инновациях, которые были затронуты по крайней мере последние пять лет. Но прежде всего, конечно, это продолжение изучения эффективности органосохраняющего лечения, то есть уменьшение объема оперативного вмешательства и уменьшение объема удаления сигнальных лимфатических узлов, о чем говорил Петр Владимирович. И, естественно, затронул вопросы эстетики молочной железы. И необходимо сказать, что все эти работы направлены не просто на уменьшение объема оперативного вмешательства, сохранение определенной эстетики, но и на сохранение радикализма оперативного вмешательства. Итак, то, что касается органосохраняющих операций. Было проведено достаточно большое количество рандомизированных исследований, которые показали, что объем оперативного вмешательства не влияет на показатели общей выживаемости. Они были идентичны после мастертомии или после органосохраняющих операций. Однако частота местных рецидивов все-таки после сохранных операций была несколько выше, чем после мастертомии, даже в том случае, если проводилась лучевая терапия. И, естественно, многие исследователи ставили вопросы о тех факторах, которые повышают риск развития местного рецидива. И прежде всего я остановлюсь на нескольких позициях. Это ширина резекции и статус краев резекции. Видите, в большом количестве небольших проспективных исследований указано влияние ширины резекции на частоту местных рецидивов. И совершенно четко видно, что при расширении объема оперативного вмешательства, то есть при более широких краях резекции, частота рецидивов действительно снижается. Однако, какой край считать негативным, какой считать позитивным, долгое время было неизвестно. И в каждой клинике были приняты какие-то свои определенные стандарты. И поэтому говорить о прогнозе в такой ситуации, конечно, было сложно. Вот по данным Моники Марок, по данным Мак Чарли, частота повторных резекций из-за того, чтобы не было стандартов касательно статуса позитивности краев, была достаточно высокая, достигала практически 20%. Естественно, что хирурги в основном желали улучшить показатели безрецидивной выживаемости, однако необходимо учесть, что практически в половине случаев эти оперативные вмешательства выполнялись, повторные оперативные вмешательства выполнялись по поводу негативных краев резекции. И в 2010 году, а затем дополненное в 2014 году, вышел метаанализ, который показал, что увеличение ширины резекции более нуля, то есть 1 мм, 2 мм, 5 мм, никак не сказывается на увеличении частоты местных рецидивов. И в результате был принят стандарт, касающийся отсутствия красителя на опухоли, как негативные края резекции. Вот вышли рекомендации, которые показали, что если край позитивный, то частота местных рецидивов возрастает практически в 2 раза. Если же край негативный, то есть отсутствие красителя на опухоли, то частота рецидивов в любом случае будет низкой. Тем не менее, несмотря на то, что приняты даже нестандартные рекомендации, которые касались негативного края, то есть отсутствие красителя на опухоли, тем не менее, в Великобритании по-прежнему используется другой стандарт, они используют стандарт, касающийся 1 мм ширины резекции и считают этого вполне достаточным для того, чтобы края было негативным. Что говорят по этому поводу эксперты Сангалина? Еще в 2015 году, в общем-то даже раньше, основываясь на мета-анализы, которые я представлен, большинство, практически более чем 90% экспертов проголосовали за отсутствие красителя на опухоли как негативный край резекции. Сейчас же в 2019 году в том числе был затронут вопрос, нужно ли расширять ширину резекции при дольковом раке молочной железы. Вопрос понятный, потому что очень часто эти опухоли диагностируются на поздней стадии заболевания, они не имеют четкой клинической симптоматики, не имеют четкой рентгенологической симптоматики, и оперировать их зачастую, особенно выполнять органно-сохраняющую операцию, бывает сложно. И достаточно высокая частота, по крайней мере, в небольших исследованиях местных рецидивов или позитивных краев именно при дольковом раке молочной железы. Но, тем не менее, панель экспертов в большинстве проголосовала за те же самые отсутствие красителя на краях резекции. Должен ли край резекции быть шире при выявлении обширного внутрепротокового компонента? В общем, это тоже один из факторов риска местного рецидива. Было проведено достаточно большое количество небольших исследований, которые указывают на повышение риска при наличии обширного внутрепротокового компонента. Однако на основании метаанализа в большинстве случаев панель экспертов проголосовала за возможность нерасширения резекции в такой ситуации. Однако в 2018 году на конференции Сан-Антонио был представлен новый метаанализ. Если тот метаанализ включал 28 тысяч больных, то этот метаанализ включал практически в два раза больше больных. И все-таки было показано, что при отсутствии опухоли в окрашенном крае, тем не менее, все-таки частота рецидивов достаточно высокая. Видите, достигает практически 7%. При уширении же объема оперативного вмешательства до 2-5 мм и более не увеличивает значительно частоту местных рецидивов. Поэтому, по всей видимости, может быть, вот эта рекомендация, которая касается отсутствия опухоли красителя, может быть, даже и пересмотрена в будущем. В 2016 году вышел очередной метаанализ, но он уже касался неинвазивного рака, он уже касался карциномы ин-ситу. И были рассмотрены вопросы негативного края при протоковой карциномии ин-ситу. До этого также было проведено несколько исследований, которые касались частоты местных рецидивов в зависимости от ширины резекции. И вот наиболее, наверное, известны работы, это первое, это Сильверстейн, который детально изучал эффективность хирургического лечения при карциномии ин-ситу. И он совершенно четко показал, что при ширине резекции 10 мм и более частота местных рецидивов достаточно низкая, достигает всего 3%. И он говорил о том, что если мы расширяем объемы оперативного вмешательства по крайней мере до 10 мм, то мы можем не обращать внимания на другие факторы риска, такие как возраст больной, степень злокачественности карциномы ин-ситу. И в таком случае в некоторых ситуациях можно избежать дополнительной лучевой терапии или послеоперационной эндокринотерапии. Но, тем не менее, на основании большого метаанализа, который был выполнен Бейсиным, было показано, что 2 мм, ширина резекции 2 мм вполне можно считать достаточной для того, чтобы частота местных рецидивов была минимальна. И нет необходимости расширять объемы оперативного вмешательства, но при условии проведения лучевой терапии. Но, тем не менее, в работе ВАНЗИН показано, что будь ширина резекции менее 2 мм, будь более 2 мм, если мы проводим лучевую терапию, то частота рецидива будет приблизительно на одинаковом низком уровне. Однако, если все-таки при карциноме эндокринотерапии мы видим позитивный край, то проведение лучевой терапии не улучшает значительной степени прогноза. В любом случае при позитивном крае частота местных рецидивов будет в 2 раза больше, чем в той группе больных, где был негативный край, и была проведена лучевая терапия. Однако, что же делать с теми больными, у которых все-таки отмечен позитивный край, пока что достоверно это неизвестно. Ну и вот в Сангалине был задан такой вопрос, можно ли отказаться от лучевой терапии и эндокринотерапии при наличии благоприятных факторов прогноза у больных с карциномой инситу, подвержившихся органосохраняющим операциям шириной резекции более 5 мм. И большинство экспертов панели высказалось за возможность. Я хочу напомнить ту работу, о которой я говорил с Телеверстен, которая еще 15-20 лет назад как раз таки говорила о том, что при расширении объема оперативного вмешательства до 10 мм как раз таки и можно действительно снизить количество рецидивов и не проводить в дальнейшем лучевую терапию и эндокринотерапию у этой группы пациентов. Так вот, если все-таки при выполнении оперативного вмешательства морфологи видят либо в каях резекцию карцинома инситу, либо ширина резекции оказывается менее 2 мм, что же делать? Выполняют ли повторную резекцию в такой ситуации или нет? Ну, конечно, если это действительно позитивный край, желательно проводить повторную операцию, потому что частота рецидива в таком случае увеличивается. А что делать, если все-таки это просто ширина края менее 2 мм? В таком случае эксперты предлагают рассматривать каждый случай индивидуально и учитывать размер поражения около ближайшего края. И после операционной маммографии есть там микрокальцинаты или нет микрокальцинатов в оставшейся части молочной железы. Ну, естественно, нужно учитывать в такой ситуации и мнение пациентки и возможности эстетической повторной операции. В Сангалине был представлен доклад этой одной из исследований, которая касалась вообще отказа от проведения хирургического вмешательства при карциноме инситу. Вот был представлен такое исследование, рандомизированное исследование. Одна группа не получала какого-либо лечения, то есть просто наблюдение, а вторая группа получала стандартное лечение, то есть хирургическое вмешательство, возможно, плюс-минус лучевая терапия, плюс-минус эндокринотерапия. Но результатов пока что этого исследования нет. Но тем не менее вот такие исследования при карциноме инситу в низкой степени злокачественности, то есть в благоприятных формах карцинома инситу, они рассматриваются. Сейчас наиболее известно, приблизительно 4 исследования проводятся. Далее. То, что касается неодиумантного лечения. Еще в 2017 году был задан вопрос, должна ли опухоль молочной железы после реестадирования удаляться в пределах размеров до неодиумантной химиотерапии, если планируется сохранная операция, плюс-минус лучевая терапия, и большинство экспертов проголосовали, что нет в этом необходимости. И вот хочу обратить внимание. После проведения хирургического лечения, органосохраняющего лечения, возможны два варианта. Это деэскалация. Если речь идет о концентрическом уменьшении опухоли, то здесь возможно принять отсутствие красителя на опухоли. А вот если же речь идет о мультифокальном поражении в 2017 году, все-таки предлагают расширять объем оперативного вмешательства в такой ситуации. Что произошло в этом году в Сан-Галине касательно оперативного вмешательства после неодиумантного лечения? Какой край считает негативным при мультифокальной резидуальной опухоли пациентов, которым планируется лучевая терапия? Здесь мнение панели экспертов за эти два года изменилось. Видите, тут речь идет уже также об отсутствии красителя на опухоли. То есть точно так же, как и при первичном инвазивном раке. Ну вот было проведено исследование одноцентральное, которое показало, что после неодиумантового лечения уменьшение объема оперативного вмешательства не сказывается на отдаленных результатах лечения, и показатели безрецидивной выживаемости достигают более чем 96%. Но вот хочу провести еще один метаанализ, который сравнивает эффективность неодиумантного и одиумантного лечения, и они показали, что выживаемость безрецидивная выживаемость, если мы проводим неодиумантное лечение, частота рецидивов все-таки возрастает по сравнению с одиумантным лечением. И в дискуссии к данному исследованию было указано, что, скорее всего, вот такое нарастание частоты местных рецидивов после неодиумантового лечения по сравнению с одиумантным возникает за счет того, что хирургам достаточно сложно ориентироваться, особенно при полном или частичном регрессе, когда невозможно определить четко края резекции, и в результате вот таких погрешностей, в том числе и морфологических погрешностей, нарастает частота местных рецидивов. Однако, к счастью, на показатели общей выживаемости это не сказалось. Ну и в любом случае расширяемый объем оперативного вмешательства или отсутствует краситель на краях опухоли, тем не менее, все-таки режидуальная опухоль, скорее всего, будет присутствовать в оставшейся молочной железе. И вот что сказала по этому поводу Моника Амаро. Остаточная опухоль выявляется, видите, практически в некоторых исследованиях до 60% случаев с клиническими, манографическими, уницентричными опухолями, вне зависимости от того, были края резекции позитивными или нет. Таким образом, негативный край не гарантирует отсутствие опухоли у клеток в оставшейся молочной железе, но позволяет говорить о том, что их ограничено в числе, которое может контролироваться лучевой терапией. И вот эти результаты внедрения рекомендаций, которые касались отсутствия красителя на краях резекции, они показали действительно снижение частоты повторных операций из-за позитивных краев. В некоторых случаях, видите, практически снижение достигло 40%. То, что касается сигнальных лимфатических узлов, тут произошли достаточно большие изменения, о чем говорил Петр Владимирович в своем докладе. Ну вот вопрос, можно ли избежать экстрелярной лимфодисекции при выявлении сигнальных лимфоузлов изолированных клеток. Вот с этого и начиналось. Сначала речь шла о изолированных клетках, а потом речь шла о микрометастазах. И начиная с 2015 года речь идет уже о наличии микрометастазов и можно ли избежать экстрелярную лимфодисекцию при выявлении одного-двух экстрелярных лимфатических узлов. А уже в 2019 году поднимается вопрос об отказе от биопсии сигнальных лимфатических узлов у определенной категории больных с низким риском рецидива. Это касается первично-операбельных больных. И по-прежнему затрагиваются вопросы биопсии сигнальных лимфатических узлов после приведения неодевантного лечения. И в каких же группах можно отказаться? Ну вот, если дискутабельным является вопрос, касающийся больных 70 лет без сопутствующей патологии, то при наличии сопутствующей патологии, в общем-то, эксперты практически единогласно решают возможность отказаться от биопсии сигнальных лимфоузлов при благоприятных формах заболевания, то есть при лиминальном форме рака молочной железы у больных старше 70 лет, при наличии сопутствующей патологии. Затрагиваются и вопросы диагностики, в частности, ультразвука. Это было затронуто еще на предыдущих конференциях с Ангалином, но тогда речь, в принципе, шла о диагностике Н0 при первичных опухолях. Сейчас же речь идет вообще об отказе от биопсии сигнальных лимфоузлов и возможности использования ультразвуковой диагностики с этой целью. Но то, что касается уже Т2, тут пока что панели экспорта высказываются отрицательно по этому поводу. Ну и хирургии подмышечной области я останавливаться не буду. Петр Владимирович об этом говорил. При выявлении одного-двух метастазов в сигнальных лимфатических узлах можно совершенно спокойно отказаться от акселярной лимфодисекции, потому что частота акселярных рецидивов будет достаточно низкой, в том числе после проведения лучевой терапии. Я об этом не буду останавливаться. Возможно ли выполнение биопсии вместо акселярной лимфодисекции у пациентов с изменением статуса лимфатических узлов после химиотерапии? Да, эти вопросы уже были затронуты до этого, они поднимались снова. Но, тем не менее, если мы полноценно исследуем более трех лимфатических узлов, то в принципе в таком случае действительно можно отказаться от акселярной лимфодисекции. И кроме того, если мы используем какие-то дополнительные методики, в частности маркировки, то учитывая высокий процент ложно-отрицательных результатов, то увеличение числа исследованных лимфатических узлов и их маркировка, они значительно снижают частоту ложно-отрицательных заключений, видите, практически до 7%. А в некоторых исследованиях, когда мы используем маркеры, тоже до 1,4% снижаем. Да-да-да, я заканчиваю. Ну вот и то, что касается онкопластических операций, которые широко внедряются в практику, но основная задача здесь какая? Основная задача онкопластических операций не ухудшить прогноз заболевания. Поэтому было проведено достаточно большое количество исследований. Это были не рандомизированные исследования, это были либо ретроспективные, либо перспективные исследования, которые показали, что онкопластические операции по своей эффективности, по количеству позитивных краев, по количеству повторных операций, они, в общем-то, сопоставимы с органосохраняющими операциями, а в некоторых случаях они даже их превосходят. И поэтому считаются, по крайней мере, по данным перспективных и ретроспективных, совершенно безопасными. И таким образом можно сделать вывод, что новые рекомендации, которые касаются статуса краев резекции и ширины резекции при инвазивных и неинвазивных формах рака молочной железы, позволили снизить действительно частоту необоснованных операций. Результаты изучения эффективности биопсии сигнальных лимфоузлов указывают на возможность отказаться от выполнения классической оксиллярной лимфодисекции не только при 0, но и при 1-2 позитивных лимфатических узлах в определенной группе больных и при определенных условиях, естественно. Но вот то, что касается онкопластических операций, то показателем частоты регистрации позитивных краев и показателем выживаемости и эффективности онкопластических операций не уступают сохранным операциям. Однако о степени онкологической безопасности говорить рано, так как все проведенные исследования соответствуют третьему уровню доказательности. То есть нет рандомизированных исследований и, скорее всего, пока что этих рандомизированных исследований не будем, поэтому мы должны основываться только на этом ретроспективном анализе. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, можно задать вопросы докладчику. Есть желающие? Пожалуйста. Я понимаю, что вопрос сложный, но он, мне кажется, интересный. При проведении неодевантной терапии и при получении полного ответа есть ли исследования международные? Я хотел бы узнать и ваше мнение тоже, может быть, на будущее. Можем ли мы когда-то отказаться от хирургического лечения, поскольку это можно подтвердить морфологически с помощью корбиопсии, с помощью ПЭД, с помощью МРТ, и не делать пациентке вообще операцию, а провести вместо нее лучевую терапию? Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, исследования такие проводятся, и они проводились. Ну, в частности, у больных пожилого возраста, лиминальная форма рака молочной железы, даже проводятся такие исследования, которые касаются просто гормонотерапии, то есть без хирургического вмешательства. В том числе проводятся и другие исследования. Понятно, что провести их достаточно сложно. Ну, вот в одном из исследований, в котором в том числе участвовал наш институт, как раз таки анализировали отказ от проведения хирургического вмешательства. Ну, и все-таки там есть действительно нарастание частоты местных рецидивов. Если мы отказываемся от оперативного вмешательства, однако такие исследования проводятся. И основная проблема действительно диагностики полного регресса. Как это проводить, как мы должны выполнять биопсию, из каких точек мы должны выполнять биопсию. То есть должны быть доказательства, что действительно у нас имеется полный лекарственный патоморфоз. Потому что понятно, что клинический патоморфоз есть. Мы его видим по МРТ, по УЗИ, по маммографии. Ну, и наиболее часто это, конечно, МРТ наиболее эффективно показывает полный лекарственный патоморфоз. Но, тем не менее, расхождение все-таки есть. Расхождение есть и в том числе при морфологическом исследовании. То есть если решим мы все эти проблемы, касающиеся действительно полного лекарственного патоморфоза, оценки его, тогда я думаю, что в некоторых ситуациях, благоприятных, естественно, ситуациях при определенных формах, можно будет отказаться от проведения хирургического вмешательства и ограничиться системным лечением или лучевой терапией в такой ситуации. Спасибо. Владислав Владимирович, спасибо за огромную и качественно проделанную работу. И я хочу сказать, что замечательно, что те выводы, в которых мы приходим в результате проведения наших научно-исследовательских работ с вовлечением регионов, их не менее восьми, они совпадают с мнениями Сангалина. Все работает еще и на нашей российской земле и с нашим участием. Большое спасибо вам. Спасибо.